всем привет наступил у нас очередной вечер и мы решили сходить на улицу иль мерката эта улица от нашего отеля находится где-то в получасе неспешной ходьбы мы пройдем принципе уже известной дорогой сейчас выходим из нашего отеля за шлагбаум поворачиваем направо идем до т-образного перекрестка потом налево там сторону этого манго маркета и это получается улица которая параллельно улице где находится манго маркет но немножечко дальше там тоже хотим поснимать там такого прогулочная зона с магазинчиками но вроде бы как так красиво оформлено декорировано да поэтому сейчас пройдемся туда и покажем как это выглядит там дальше по улице находится тот самый манго маркет магазин фиксированных цен и нам как раз надо идти на следующую улицу параллельно этой до пасутся на газончике жираф верблюд шимпанзе слон ну красиво она здесь просто вещь это как шоу крокодилов и проходит египетский базар дошли до улицы или мерката здесь сразу же автосалон не знаю правда что нам это здесь даст что мы здесь можем увидеть где цена 230 тысяч египетских фунтов наверное ну вот через тига 7 311 тысяч фунтов этом комплектации для гарантии 100000 дорожка макферсон ну и знает в общем-то 311 рис за 5 212 тысяч вообще никого нет в общем-то доллар это у нас сколько 15 до фунтов 197 тысяч фунтов вот такая коронавирус а это арахис соленый жареный там не жареный пережаренный в виде чипсов он там сладкая разная есть конкретного а это чё так что делает вот масло а ну да влево смотри вот это был по площади ушел так смотрится ну наверное стоит кто-то же а сколько он к горячая 165 по моему ну да смотри виски ну наверное чипсы разные в холодильниках а ну здесь кстати не так уж и много всего манго мало ну хотя бы местный алкоголь слушай ну я здесь не увидел как знать я не увидел чьё это ну наверное местное сто процентов тоже не я не знаю что тут не видно чтобы было написано это горячее как сказал продавец надо брать ром или виски местного производства потому что их водка или узо это полное дно вино еще более-менее но просто как бы ром перед самое классное в принципе в принципе будем поддерживать это дело да действительно ром у них более-менее нормальный дошли вот до такого мини коллизейчика ну здесь наверняка проходит какие-то выступления но сейчас ничего не проходит но выглядит конечно красиво так аутентично по местному местные аптечные сети да в принципе кто не знает английского естественно без проблем вы здесь найдете и свободные уши и в вашем виде найдут вас как свободные уши местные потому что приседают они знатно просто и без проблем знают по несколько языков сразу поэтому вообще не знаете никакого языка знаете только свой родной русский без проблем вы здесь пообщаетесь с кем угодно с любым продавцом в магазине с любым там толкателем экскурсии и так далее гидами там и всеми остальными местными поэтому в принципе бояться здесь абсолютно нечего это не азия где русский язык естественно почти никто не знает здесь знают русский язык практически все но мы пока еще не встречали египтянина который бы не знал русского языка думаю получается в египте третий раз и с таким еще не сталкивались интересно там наверху все живут или не живут монолиза есть это у нас италия изображена панталоны он что-то сушит на балкончике значит это здесь живут наверно на вторых этажах ну наверно да может быть на первом этаже этом магазин на втором там человек живет ильмерката отель спа ну да есть одноименный отель ильмерката мы его тоже рассматривали но там нам не очень понравился пляж а так прикольно здесь по крайней мере в этом квартальчике но вот в этих магазинах ничего нет здесь помещения да они по ходу под сдачу и никто их пока еще не снял дальше получается территория отеля эльмерката н2 мы начали подходить к территории там прохода охранник сразу скачил подбежал ничего говорить не стал мы просто как бы увидели что территория отеля просто развернулись и топаем назад сейчас все в эту улицу пройдем обратно к ее началу только по другой стороне потому что мы прошли только лишь по одной стороне этой улице сегодня конечно вообще невероятно жаркий день получился мы утром до встали там у нас была экскурсия съездили и дело в том что несколько дней назад мы смотрели что именно сегодня там с понедельника начнется такое сильное довольно таки потепление в общем сегодня пол седьмого вечера когда уже солнце зашло солнце зашло в пол шестого вечера то есть буквально через час посмотрели температуру на градуснике 38 с половиной ощущается как 42 градуса вот сейчас мы идем по улице и нас отдувает просто горячим ветром а сейчас уже почти десять часов вечера вечер просто кипяток но потепление будет несколько дней потом там 40 41 в общем градус будет потом будет уже опять снижение там похладание до 35 какие здесь нафиг коньки блин лето круглый год коньки банк айбиси очки вон продают музыка здесь не как бы не местная играет тоже вот отсюда кстати эта улица на самом деле начинается но мы прошли вот по той части как бы начали с той части где больше магазинов больше такая людная улица выходим сейчас тоже к ее началу по другой стороне здесь статьи из туалет вон он wc вот и прогулялись мы по улице или мерката сейчас пойдем дальше смотрите мы пошли тоже наши люди гримя бутылками и пойдем туда дальше там тоже есть это большой супермаркет посмотрим здесь просто в шарме несколько супермаркетов есть таких больших крупных именно супермаркетов с фиксированными ценами где по крайней мере тебе не скажут что это стоит там 15 долларов под моему внешнему виду а ты увидишь конкретную цену 2 доллара значит продадут за 2 доллара и никто там тебе не будет рассказывать что эта фигня стоит там 20 здесь походу очень многие магазинчики закрылись наверняка когда не было туристов вообще в принципе каждый гид каждый египтянин который там случайно подходит нам познакомиться для интереса он постоянно спрашиваете по вы откуда мы в россии у них такие глаза сам же округлялись к и раша москву вау да и разы такой хорошо что приехали там наконец-то просто такие тура такие радостные раздают были мы так вас долго ждали вот так что в принципе нам здесь рады это хорошо все такие блин довольны и сразу это понятно потому что принципе турпоток здесь был просто огромнейший там колоссальных размеров и по сути все эти магазинчики там кафешки все остальное они банкротились после того когда прекратилось авиасообщение между россией и египтом а сейчас он начинает восстанавливаться и вроде вроде бы там поехали там экскурсии начали наполняться автобусы на экскурсии более-менее какая-то индрус индустрия торговая там пошла завертелось все потихоньку там пошло в принципе может быть все и восстановится первоначальному своему виду так вот далее здесь вот показался какой-то торговый центр по моему это как раз он был на карте сейчас мы к нему поближе подойдем посмотрим просто уже времени там почти почти уже 10 часов будет скоро и непонятно будет он работать или нет хотя что-то он темным светится так кто это у нас такой памятник кому вообще тоже непонятно фараон куда-то едет ну походу да в общем посмотрели мы что это на карте все-таки обозначено здесь мы расположен картинг трек и соответственно здесь катание на картингах поэтому здесь вот такая вот скульптура такой вот монумент зашли в общем супермаркет в котором у нас шли да чинжиста случайно увидели по карте в общем здесь первый этаж наполняемость это процентов 50 минусовой никого второй этаж никого все закрыто здесь так такой вот скудненькая ассортименте так все сегодня мы уже прошлись наши прогулка на сегодня завершена сейчас зайдем по пути наш любимый манго-маркет купим воды там еще чего-нибудь и пойдем уже до дома потому что сегодня уже все находились в общем решили еще сделать такое включение включиться из отеля и показать вам вот такую листовку это листовка того самого манго-маркета куда мы заходим за продуктами там за водичкой за соками за фруктами по фиксированным ценам там продается все вот сувениры сладости косметика парфюм чай и все остальное цены фиксированные вы можете также заказать доставочку сидела цель находится он вот смотрите вот здесь вот кто здесь указаны у нас основные такие вот отели и указано также расположение этого самого манго-маркета кому интересно то как бы смотрите я думаю что пригодится здесь у нас мы взяли хотим попробовать манговый вот такой фреш значит продукт египта свежевыжатый сок вот такая канистра двухлитрового это два литра сока хранился он в морозилке поэтому видите да видя льда так запотевшие так выглядит стоит 4 доллара 17.09 до производства видите да то есть ледяной просто сейчас попробуем хотим попробовать все таки и оставить его уже нагреваться пусть под нагреется потому что таким ледяным пить такую жару не советуем посмотрите на консистенцию этого сока мангового то есть это реально полностью такая мякоть этого манга выжатая но вкус офигенный да как будто просто спелый манга такой вот как на мясорубке что ли прокрученный прям реально такая вот мякоть сок класс вкусный действительно натуральный классный вот так 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 вот Продолжение следует...